Бюджет Славянского района социально ориентированный. Львиная доля муниципальной казны идет на укрепление материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений, решение жилищных вопросов детей-сирот, жителей ветхих домов, медицинских работников. Так, за последние пять лет в районе построены три объекта здравоохранения, два детских сада, легкоатлетический манеж, пять домов, в которых получили квартиры дети-сироты, переселенцы из ветхого жилья, врачи. В этом году начато строительство новой школы. Крупного спортивного комплекса ведется капитальный ремонт детской поликлиники. Подробности в первом материале выпуска. Вопросы строительства и ремонта социальных объектов находятся на постоянном контроле главы района. Роман Сенеговский регулярно проводит выездные рабочие планерки. На этой неделе он вместе со своими заместителями и специалистами управления строительства побывал в детской поликлинике. Там в июле этого года начался капитальный ремонт. В здании будут заменены инженерные сети, окна, дверные блоки, отремонтированы полы, стены и потолки. Здесь будет вся картофека под детей подросткового возраста, рабочие места для двух медицинских средних работников, рабочие места врача и для двух подростков. То есть реально здесь можно распеститься на пять человек. Пять человек сюда будут заходить. Значит преимущество этого кабинета в том, что он практически на 100 градусов шагов где-то больше предыдущего картина, где было очень тесно. Также будет выполнена реконструкция входа в поликлинику с учетом требований программы «Доступная среда». Кроме подъемника для детей-инвалидов будет оборудована специальная бытовая комната со всем необходимым. В детской поликлинике появится и своя гардеробная. Некоторые кабинеты, в том числе и регистратура, будут перестроены с учетом современных требований и создания максимально комфортных условий не только для пациентов, но и для работы медперсонала. Вот здесь у нас будет два окна для выдачи. Значит здесь будет идти прием вызовов. Здесь второе окно позволит отвечать на вопросы правочные. И с этой стороны мы планируем сделать два окна для выдачи товаров. Общая стоимость ремонтных работ свыше 7 миллионов рублей. Первый этап ремонта инженерной сети и часть помещений планируется завершить к концу года. Роман Синеговский обратил внимание строителей и руководства ЦРБ. Сейчас на начальном этапе реконструкции тщательно продумать все детали, начиная от количества розеток в помещении и заканчивая, где в дальнейшем будут установлены сплит-системы. А также дал поручение просчитать приблизительную стоимость новой мебели и необходимого оборудования в поликлинику. Следующий объект, на котором побывал Роман Синеговский – здание в поселке Совхозном, в котором планируется разместить архив. После вступления Славянского района в краевую программу по капитальному ремонту помещений для хранения архивных документов, приступили к реконструкции данного объекта. Сейчас ведутся внутренние работы, проводится замена окон. Правда, некоторые были разбиты вандалами. Сейчас на охране стоит, да? Да. Ну, как бы, видеонаблюдение работает. По кругу? Да, по кругу. Работает видеонаблюдение, сигнал идет на безопасный бой. Следующий пункт. Рабочий поездки главы района – строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс в станице Анастасиевской. По проекту в нем запланирован большой зал с двумя раздевалками, тренерская комната, душевые. Территория вокруг спорткомплекса будет благоустроена. Предусмотрено ее зеленение, оборудование асфальтированных проездов и тротуаров из плитки. Общая стоимость объекта составляет 37 миллионов рублей. Роман Синеговский осмотрел стройплощадку, подробно обсудил с руководителем подрядной организации схему будущего здания, технические моменты по возведению несущего металлического каркаса и наружной отделки. Начальник управления строительства Денис Уляху, глава района, поставил задачу – обеспечить четкое соблюдение графика производства работ и ежедневный контроль качества, чтобы объект был завершен и введен в эксплуатацию вовремя. В Славянском районе помимо строительства новых объектов, большое внимание уделяется реконструкции уже действующих спортивных сооружений. Отремонтирован городской стадион, капитально ремонтируются спортивные залы. На сегодняшний день приведены в порядок около 80% школьных спортзалов. Сейчас начат плановый ремонт спортивного зала в школе номер 30 в станице Петровской. Там будут оборудованы душевые, комнаты для хранения инвентаря, раздевалки. Завершил рабочую поездку Роман Сенеговский на строительной площадке по улице Щерса, где будет построена новая школа, рассчитанная на 825 мест. Сейчас ведутся работы по возведению цокольного этажа. Вместе со специалистами управления строительства глава еще раз обсудил тонкости проекта, сроки работ, планы по благоустройству прилегающей территории. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Александра Тимовская, программа «События».